и снова здравствуйте всем привет и так появилась значит идея что есть персонажи но значит без сценария но никуда нужно писать сценарий и чтобы так бы как бы подойти к сценарию поближе до чтобы начать его хотя бы писать сейчас я решил сделать сначала первым постер потом сделать как кого зовут все что я говорил в прошлых роликах потом разбросать сценарий возможно где-то раскадровки сам какие-то добавлю ну а потом можно будет приступать уже конкретно делать какие-то сцены уже со сценарием после но без сценария я не представляю что можно делать я тестил делал какие-то моменты пускал по пути лошадей привязывал кареты вроде бы все работает вроде бы все нормально осталось значит двигаться по сценарию и делать уже сюжет так сначала сделать нужно постер это будет первое значит страница сценария потом он будет для скачивания когда его закончу будет для скачивания в группе и по нему будем потом возможно снимать какие-то дальнейшие сцены ролики кому конечно интересно присоединяйтесь смотрите что из этого получится так значит это долой все единицы на нампаде и постер я хочу сделать значит как вот по образцу да ну я посмотрел много постеров и сейчас будем как бы экспериментировать что да как тут можно будет сделать так в постер нужно нашего персонажа и какой-то сюжет до главных героев хотя бы добавить главные герои у нас кто это значит главный герой за еще не знаю как его зовут вот кстати нужно это дело определиться и главная героиня тоже пока как в рекомендованных написали в группе как их зовут нужно это все дело значит занести будет сценарий так добавляем как будет удобнее работать у нас три персонажа с трех разных папок это значит кони с анимацией потом у нас главный герой с ригом и героиня тоже с ригом значит я наверное сделаю каким образом значит так мы будем все вкидывать в сцену где будет у нас главный герой до лошадь и так можно будет закинуть подобрать какой-то там ракурс реверс были ну а героиню потом уже сделаем залинкуем вот этих двух персонажей коня и главного героя уже сцену главной героини посадим ее возможно на коня возможно где-то что-то и придумаем такое трагическое так погнали так значит открываю файл с главным героем так находим где у нас находится главный герой герой запада герой с запада стреляет герой с запада хлопает значит нам понадобится герой с запада стреляет так и куда он стреляет подойдет ли нам это анимация так вы видите что в принципе анимация на можем под может подойти если ракурс будет вот отсюда да и закончится это дело где-то вот здесь вот он сидит на коне мы здесь можем поправить значит рек анимацию в принципе давайте на этом остановимся да так вот этот пистолет мы удалим ствол тоже удалим и значит здесь у нас вот картинка с дымом дым я лучше нарисую потом тоже кстати посмотрим как можно рисовать на постере в какой программе да потому что там кое-где лучше дорисовать будет кое-что так значит рука есть английская значит выделяем рик заходим так заходим в пост мод и значит у нас английская а оставляем значит вот этот уже не понадобится значит вот эта штука нам понадобится раз вот эти кадры нам тогда не пригодятся делить так control z так значит нам понадобится еще вот где у него вот это вот штука значит дым вот так у нас о как первые кадры возможно тоже пока пригодятся там можно будет переделывать здесь все переделаем каким образом закинем сюда теперь залинкуем коня найдем теперь папку с конями и значит нужно выбрать какая поза лучше у коня есть рысь и есть значит как голуб есть походка ну давайте бег крысью однозначно да там будет красивее возможно опять же все это методом проб и ошибок как конь с мы его увеличиваем подгоняем семерка на нампаде давайте его перекрутим чтоб меньше персонажа крутить да так ну вот видите тут по позе тоже вот конь где лучше его поставить да вот наверно выбрать какой нить вот такой наверно начальный вариант наверно вот такой вот так теперь что у нас выбираем персонажа мы заходим в пост пост мод выбираем площадку потому что иначе нельзя тут с ним будет работать и значит что делаем английская g пересаживаем его на нашего коня и семерка на нампаде крутим только площадку потому что этот риг завязан народ кость и иначе он не работает так есть такое дело да все и подача у него хорошая и посадка их как подошло да так надо его посадить теперь поближе потому что там же еще будет сидеть него гражданка да так что у него с посадкой так он приподнятый будет по любасу приподнятый потому что он начинает стрелять так и значит нога нога у него должна стоять g с тременью так вот раз и семерка на нампаде нога должна быть развернута g английская перекручим так n панель давайте вам включу screen caskey если кому-то интересно потом чтобы не не пропустить что я нажимал да если кому-то нужно это а то в принципе информация такая что возможно и не нужно так g подгоняем значит нашего персонажа alt h спрятал не на ту клавишу нажал значит ставим на g и и значит тут здесь у нас тут много костей нужно найти вот эту косточку вот она наш по моему косточка g колено так во нога в стремени эта сторона нам в принципе не нужна мы будем делать вот под этот ракурс если что потом ее можно отзеркалить и будет смотреть в любую сторону так прописываем что а и прописка и еще чтобы хотелось да так если будет вот такой вот ракурс вот такой вот ракурс вот желательно где-то вот так вот делать да и и что можно сделать можно раз мы уже с этим работаем кадром английская а удалить все ему анимации и вот эту передвинуть на ту анимацию где у нас значит подходит анимация лошади так вот каким бы как бы красивее бы ее поставить какую позу да чтобы был именно динамика чтобы полет был наверно все таки вот этот вроде бы как бы да тогда мы этот кадр пока передвинем на 5 если что потом несколько вариантов сделаем так смотрим что у нас вообще получается так персонаж у нас смотрит значит на врагов все нормально у него так сейчас нужно еще под камеру это дело тоже подвернуть возможно так а ну-ка если джи подвинуть вперед и и наклонить вперед когда тогда у нас вот этот ствол должен подняться опа вот так вот 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 уже красиво будет и голова возможно тут не столько привязываться нужно как правильно а нужно привязываться как будет красиво как раз и чуть-чуть наверное о с поворотом еще поэкспериментируем пропишем а и пока так лошадь есть все есть теперь понадобится нам гражданка чтобы работать с гражданкой нам нужно сохранить вот этот файл файл сейп ас сохраним его значит линк для бабы или линк для постера вот так будет понятней так в папку значит с нашим героем так это есть такое дело сохранили теперь заходим в файл опын нам нужна теперь главная героиня это значит баба на дикий запад смотрим что у нее тут н панель потом текстуры значит подключим это все не столь пока важно так что у нас с ней получается с ней у нас получается очень интересно за линку им сюда значит линк и за линку им сюда нашего главного героя вот этот линкованная сцена для постера это коллекция и еще раз коллекция так есть такое дело теперь вот это раз линкованная мы уменьшаем линкованную чтобы у нас главный персонаж ну сильно не изменился так выбираем кости главного персонажа и заходим в пост мод теперь под эту вот анимацию будем значит поднимать площадку сначала так семерка на нампаде все это дело обязательно перекрутим чтобы ну посадить ее правильно так 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 опустим выберем тазовую кость опустим нашу гражданку так она наклоняется к нашему главному герою так одна рука джи обхватывает нашего главного героя наверное создадим такую любви щипательную такую историю и значит семерка на нампаде перекрутим ее тело так еще перекрутим ей тело так так а то тут как бы это все дело лучше значит подвернуть а ну-ка это это рука у нас значит джи вниз будет вот так опущена и попро а потом нужно а вот что нужно вот видите если было два персонажа в одной сцене было бы удобнее но было бы так же и заодно не так бы комфортно да так выбираем ее ногу и вот где это должна быть теперь нога вот интересно стремя тут нет да так как бы так бы теперь значит площадку где она тут находится вот она и ее площадка мы джи ее выбираем подсаживаем ближе к главному герою р немножко перекручиваем да так семерка на нампаде р еще больше ее перекручиваем джи так вот здесь уже какой-то нет интриги да так а ну-ка если вот эту костю так ты может быть она раненая ну как бы как бы можно сделать да так так семерка на нампаде перекрутил сильный значит плечевой пояс если голову еще можно побольше и крутить то плечевой пояс бы конечно хорошо бы вот теперь расслабить раз руку расслабляем выбираем выбираем нашу кисть руки вид снизу р перекручиваем так джи так а ну-ка что то мне тут вот эта вот штука не очень нравится а ну-ка вот так вот на а и теперь джи как бы вот натянуть что ли ух ты а не грудь как значит потянуло них мать мать приедите твою это ж надо же а ну-ка без костей ух ты мать моя так что то я тут так закрутил что концов не найдешь а ну-ка альт джи альтер вот эту тоже альт джи альтер во пусть сама себя поставить да если где то что то непонятно лучше отпустить и пусть кости сами себя ставят так значит джи так эр эр джи это что у нас тут это тут какой то перелом что ли нет да вроде нет а ну-ка так кисть за огнем она держится за нашего персонажа так ну вот опять же нужно сделать так чтобы он попав в кадр значит не закрывал нашу вот эту гражданку а потому что если он закроет джи гражданку то постер будет не очень красивый так так да ну в принципе чё нормально да так только смоет она куда то печально в какие то ненужные дали да так так что у нас тут за глазами так что у нас тут за глазами назад смотрит контролирует д так артем надо будет открывать вот интересно чуть-чуть можно да приоткрыть немножко удивление ей не помешает так теперь что у нас с кистью руки джи джи так а это должна вот здесь где то рука быть во и и тогда просто подгибаем пальцы ей так это значит семерка на нампаде а джи а джи джи альк эр какой палец что тут с ним произошло джи альк эр не тот палец значит не ту фалангу перекрутил бывает хорошо если раньше это все дело заметишь иначе потом когда поздно замечаешь потом приходится очень много корректировок делать так так есть такое дело значит тут теперь тоже подгибаем ну и тут тоже так раз загибаем а вот этот палец у нас значит будет стрелять и поэтому он должен выходить чуть чуть вперед вот так вот вот так вроде бы как бы она как есть да а если еще но ему туда закинуть а ух ты да вообще будет бомба или не вот так и ее нужно будет потом еще чуть чуть уменьшить потому что но очень большая гражданка да так тройка на нампаде и зайдем анализ к а и прописочку и добавим так а что у нас здесь с анимацией а это у нее для индейца где он ее то ли убитую то ли раненую тошил так теперь значит английская а делаем g это был у нас где-то 20 кадр там да вот пусть пока на двадцатом так теперь зайдем в объект мод и значит какой нам нужен поворот нам нужно вот этого персонажа сделаем с еще побольше сделаем но и тогда выберем нашу гражданку зайдем в пост мод и на двадцатом кадре мы и просто поднимем повыше но теперь по размеру а тут ну прям гигантка какая-то он-то у нас меньше по размеру я потом выложу вот эти значит рост персонажей как они друг другу должны по росту относиться тоже сделаю выложу все это будет в одном сценарии все картинки все вот эти вот зарисовки разграничения и так далее как можете как-нибудь вот так вот и и а ну-ка ну в принципе что неплохо тогда но ты он рукой и голову закрывает если делать то делать только вот в таком варианте так их будет очень видно или вот так вот под каким-нибудь углом а а если под углом тогда нашему персонажу придет а ну что у нее тут что-то у нее тут натянулась ветер и надо будет в файле это дело подправить обязательно так ну как-то так то пока ну-ка что у нее да как у нее делаем р кобу вытягиваем и g а ну-ка как это у нас тут дополнительная должна быть кость вот она по ходу вот так вот это все дело будет выглядеть только вот это кобура будет и опущена и значит уведена как бы в бок все должно быть динамично так есть такое дело еще раз пробуем значит и и поближе к нашему персонажу так ну так как бы симпатичнее да она вообще так динамично сидит тогда придется чуть еще персонажей изменить вот так будет дело так 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 ну в принципе нормально вот гражданка в принципе мне нравится как она сидит ну что можно сделать все таки наверно немножко ее поддать вперед вот так раз но и можно даже немножко я сейчас не наклонить тогда подтянуть руку в натяжку вот вот так будет симпатичный симпатюшней будет он там на стриме не чуть-чуть приподнимается она просто там сидит так есть такое дело а и прописка так еще раз для тех кто не смотрел почему не появляется окошко значит у меня в кейнге стоит лок рот если я отключу то буду жать и у меня будет появляться вот это окошко в которое я могу ставить локация ротация локация ротации skyл если я делаю ну и тут визуальная локация ротация и skyл визуальная вот этим я не пользовался ротация и skyл только без локации тоже можно надо пробовать вот это бонт шейпы можно добавлять так и значит в кейнге я выбираю просто то что мне нужно локация ротация и и нажимаю английскую и у меня просто все прописывает так есть такое дело а ну-ка вроде бы все нормально теперь обжиг мод и нужно сюда добавить и револьвер потому что у него в руке оружие должно быть так это значит файл импорт формат об десктоп здесь главный герой у меня и значит вот он револьвер револьвер у меня скаченный поэтому я забыл какой у него формат ну файл импорт bx bx так вот он у нас револьвер делаем ему с так семерка на рампаде делаем rg косточку здесь вставлять уже не будем почему потому что значит у нас какая штука кости тут какие-то уже вставлены кости тут у нем какие-то вставлены но это посмотрим потом и вот тут вопрос побольше делать его чтобы он прям ну цивиль не был дать пока у нас будет постер тут не столько важно как это вот эти все размеры да насколько они увеличены а важно как это все дело будет смотреться у нас значит в самой программе ну на этом на рендере так и как то значит видите по руке подходит все и по пальцу подходит только немножко можно g вот так ее подать вперед вот тогда она и в руке вроде бы ложится вроде бы все нормально даже можно так сейчас мы выберем наш револьвер выберем кости и зайдем посмотрим выберем кость вот эту вот кисть руки и сделаем control пи бомб да как-то ем то сразу не зашло да так ладно control z почему потому что здесь есть кости я раз есть кости давайте мы косточки попробуем привязать ставим airport display in front а какая тут главное вот это наверное вот на стволе но выберем кости и значит их и сделаем посмот эту кость привяжем к этой сделаем control пи бомб а ну-ка в принципе она же двигать не будет а ну-ка если мы ее выберем да ну вдруг поменять ну вот все работает и пропишем значит еще а и вроде бы прописка если будем что-то менять будем выбирать только кости так но в принципе что в принципе и такая если посмотреть то не так все и плохо да только этому гражданину нужно руку положить на наш ремень и ремень чуть-чуть припустить так значит ну надеюсь гражданкой все если не все мы с ней еще сможем поработать дать нам теперь нужен именно первый персонаж главный герой вот это поважнее будет так теперь заходим в обиднот выбираем нашу вот эту вот коллекцию это делить удаляем а эту сохраняем файл сейф а значит сохраняем баба на на постер на постер обязательно так теперь возвращаемся открываем значит линк для постеров и закидываем сюда линкуем сюда сцену значит баба на дикий запад баба на постер и коллекция коллекция так вот видите она маленькая стала не беда мы тут же можем по размеру подогнать хастом чтобы она на на ваше это этот шизюк маленький по размеру должен быть он меньше всех должен быть она как бы повышен наверное должна быть как бы вот вот так как раз если она выпрямиться станет он ей будет кстати где-то по горло будет смешно посмотреть как он будет мелкий тащить вот эту вот раненую до свою гражданку ну будет повод немножко для юмора значит в мультфильме или в игре так так теперь же у нас вот здесь натяжка у него какая-то так вот она натяжка у нашего персонажа откуда она взялась не знаю давайте перевяжем ему кости контрол п контрол п вайт автоматик виджет так а что это а рубаха контрол п вайт автоматик виджет все видите что растяжка исчезла не был перевязан вот наш главный герой и теперь что выбираем его без всяких костей без ничего и заходим в пост мод выбираем значит наш вот это вот оп руку G как раз она у него прикольно сжата и не надо вот видите вот чем хороши как готовые анимации что ну что то есть них такое да то что экономит время и силы так теперь что у нас получается нам нужно найти его ключицу вот эту косточку одежды и сделать R плечо подать вперед да и плечо немножко припустить так выбрать вот эту значит штуку G да и тогда нет я не хочу менять вот это положение вот пускай он близко держит ее я лучше тогда ему поправлю локоть вот так вот и немножко подправлю шмотки а ну-ка R вот а эти шмотки мы немножко R припустим так и вот эти шмотки чуть-чуть приберем потом здесь если вид там допустим сзади делать да ну можно да допустим на вторую часть допустим это это будет первая часть вторая и к ним каждая к разной части будут разные постеры ну возможно и так да это вот первая часть допустим так и будет называться на первая часть потом где будут события с бандитами можно взять уже не делать сразу отдельно постер а взять уже какую-то сюжет который будет сделан по сценарию да тоже проще будет сделать уже потому что он будет готовы уже будет анимация сцена просто нужно будет выбрать какие-то кусочки и их там собрать так и то есть такое дело да так и то есть такое дело да и значит что ему что же ствол нужен да заходим в обзор мод и находим так файл импорт fbx находим револьвер находим револьвер кольт это кажется кольт а не револьвер да и g ух ты насколько он меньше стал а так и так р на нам паде g поднимаем к руке к нашему персонажу g подводим к руке с уменьшаем g подгоняем так раз но здесь видите рука у него перекручена и значит будет он как бы согнутым пистолетом по любу вести так r так так как это все должно быть в руке тогда он еще с поменьше должен быть да не а перекрутом еще больше g подводим r перекручиваем так но это неинтересно совсем неинтересно выбираем кости выбираем значит нашу вот так сначала к костям опять же инфронт видимо видимость включим выбираем две пары костей и заходим в пост мод вот эту кость опять же привязываем ctrl p это будет бон и теперь мы можем просто так просто взять кисть руки и r перекручивать а вот так еще можно будет на постер сделать прикольно будет тогда он еще у него вот сматье так пардонки поправляем сматье r так и что тут уводим на плечо так а здесь у нас вот так уходит на плечо это все дело так вот так вот по правильному оп угу а это на груди ну как то так то да вот вот так будет наверное веселее но чтобы лицо его хотя бы можно было видеть да так если под этот делать вид так транспорт отключим эти у него лицо все перекрыто не видно нашего главного героя тогда надо g и руку увести в бок вот так вот вот можно теперь еще вот с этих ракурсов сделать постер да допустим вот так только тогда придется ему руку еще ниже опустить и шмотки подправить чтобы видно было барышню вот эту возможно даже барышню чуть увеличить тогда будет тоже интересно так а ну-ка control z а и прописка так ну вот что-то в таком духе я думаю это на пятом кадре почему-то а тут у меня гражданка на двадцатом да не на пятом все закидать гражданка на двадцатом как-то по боку там она так ну вот что-то в таком духе так а вот ремень все-таки коню придется подправить так это мы теперь делаем сохранение полностью вот этой сцены линкованная это файл называется она линк для постера если мы сейчас нажмем на сохранение автоматом она сохранится с этой барышней так на эту штуку значит импортируем external date находим find missing находим нашего персонажа чтобы ему подключились все текстуры персонаж подключен конь подключен нам нужно теперь зайти где находится сумка находим файл find missing угу 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 и сейчас может оказаться что сумка у меня вообще отдельно тогда придется идти на флешку так так сумку сейчас подключим и нашу гражданку вот это все с подключенными текстурами значит первыми мы сохраняем опять автоматически теперь открываем нашу гражданку на постер видите она такая вот багровая да файл external date find missing это почему потому что вот когда перекидываешь с папки в папку вот эта вся настройка меняется так есть такое дело теперь файл find missing на револьвер подключить это револьвер у нас значит револьвер у нас главный герой револьвер текстурой ну вот они видите не подключились почему потому что пистолет объединен и у него не присоединилась значит в шейдингах так нет пардонки все нормально а ну-ка пробуем по новой так все подключилось нормально и вот это все сохраняем сейф так тут видите у меня чуть перекрутка но это опять же не столь важно вот эта штука а ну-ка дайте зайдем посмотрим главное чтобы она симпатюшно смотрелось а ну-ка все что мы меняем в этом файле вот в этом потом поменяется и в следующем как это мы в принципе так оно и будет нормально там все перекроем дорисуем так это значит ctrl-z ctrl-z вот единственное что не понятно а тут еще косточки из грудей а я думаю не мог я так сделать у нее тут корсет получается ну можно а ну-ка g думаю чуть-чуть можно ничего там говорить можно чуть-чуть по любасу грудину ей открыть да это не какие-то они это не на дупле и вот так пойдет а и прописка 20 кадр заходим в object mode и делаем сейф так заходим теперь значит линк для постера и все там должно быть с текстурами так но теперь нужно пистоль вот этот object mode найти пистоль здесь и подключить ему значит эти они какого текстурки так есть такое дело файл сейф пока сохраняю сейчас найду значит вот этой текстуры сумки и продолжим так сумки мы будем подключать в файле с конем значит это нужно нам открыть open где у нас находится вот этот значит конь новый конь и находим это значит бед русью да а вот один или два так и значит выглядит какая тут сумка так а здесь она подключится если ее включить да так новый конь значит сумка седловая и это будет где то вот это все подключается не обязательно переключаться заходить в линково дну в основную сцену так что все подключается забыл я им то дело значит так ну вот так это все дело выглядит так теперь нам нужен что нам нужно задний фон какой-то да это значит файл сейф так еще что хотелось бы сказать что все эти файлы когда вы какую-то штуку делаете они должны находиться в одной папке и работать вы должны с одной папкой по одному пути потому что если вы вот я работаю сейчас чисто вот это делаю как для постера да я допустим знаю где я брал какую анимацию в какой-то папке я это все смогу восстановить если вы вначале только не знаете как все это дело делается посмотрите ролик как восстанавливается путь или как заменяется назад все это дело восстанавливается ссылку оставлю в описании и когда вы работаете с мультом то все должно находиться все текстуры все вот эти ваши модели все должно находиться в одной папке вот и путь к этой папке должен быть прописан постоянно вот если работаете допустим из жесткого диска вот который уэсби подключается все все на нем и вы постоянно работаете там все будет подключаться вы только открываете файл и все текстурки у вас будут подключаться если вы будете делать скинете на компьютер на ноут потом что-то поработаете кинете назад в эту папку она обновиться то будет теряться вот этот путь линковки и вам придется все это дело заново потом подключать так какой выберем фон вообще-то на комиксах выбирают желтый фон как бы это сидела обыграть чтобы под надпись осталось давайте сейчас заготовим наверно как как у них он найдем в интернете так значит находим и и мэй и мэй план и находим стоп так как они тут оформлены вот можно еще задний фон небо сделать и так 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 попробуем сейчас и те и те варианты так если вот на этом фоне да так а ну-ка с семерка на нампаде делаем р тройка на нампаде делаем единица нампаде р выравнивать это дело и g подгоняем вот можно без задних ног чтобы потом допустим не стирать дэм тоже прикольный вариант может получиться если какой-то вот перекрываем видите какую-то часть перекрываем лошади как будто она из бумаги выходит сейчас разных по наделаем так это значит же все так будет смотреться только вот еще бы здесь можно уже что-то порисовать дорисовать и все можно добавить какие-то значит детали д подальше отведем я не хочу чтобы значит они очень маленькие были на этом фоне ну вот как бы как бы но как бы как бы так если угол подправить то когда нужно картинку немножко перекрутить не получится неплохо вот может быть и сюда а ну-ка вот вот как наверно будет получше вот так и так хорошо да ну так и так хорошо да вот такой внешний вид давайте посмотрим ну в принципе сейчас надписи добавить добавить какие-то там значки описание где-то внизу то будет неплохо так а если мы сейчас добавим небо давайте добавим небо это значит как это можно поступить нужно со старых файлов вот которые есть с окружения папа делать значит скриншоты и туда их можно в пиндючить как вариант а потом под затереть где-то давайте тоже такой вариант сделать значит этот файл я пока сохраняю сейф и зайду сейчас по наделаю скриншотов и так продолжаем значит сделал я скриншоты с локации значит города и попробуем это значит image image план закинуть их сюда так ставим на большую видимость и значит несколько вариантов значит тут этот вариант так мы его сейчас с тоже увеличим так семерка на нампаде попробуем эксперимент наложение как это у нас получится да значит так под углом для чего под углом для того что я хочу значит завести чтобы как бы это было значит частично но значит у нас частично должно попасть как семерка на нампаде а ну-ка р тройка на нампаде перекрутка значит р в эту нижнюю часть а ну-ка вот таким вот образом да так заходим значит и пробуем что у нас тут так эту камеру давайте удалим единицы нампаде это добавим еще значит камеру с сделаем камеру побольше 0 на нампаде сделаем shift f отбежим подальше вот так и отбежим вот сюда так смотрим что мы можем сделать значит по y мы ее увеличиваем по x мы ее уменьшаем делаем shift f делаем shift f приближаемся так и нужно еще значит по y ее так здесь чуть-чуть ее значит расширяем здесь тоже уменьшаем а здесь так так как и так это бог тоже только сужает что-то а ну-ка shift f а ну-ка вдаль убежим так и увеличим тогда из задний план вот что-то в таком духе получается так пробуем сделать рендер рендер имейдж вот это уже подчетче так как-то это дело узковато взяла значит нужно выбираем камеру и значит еще немножко ее делаем делаем поуже а ну-ка раз 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 так shift f и чуть-чуть выравниваем по боку да так 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 попробуем еще раз рендер имейдж так 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 она недостаточно растянута да в принципе нормально можно тут еще запас обрезать а бы растянуть формат формат по моему а4 будет так значит импорт сейф ас на рабочий стол так это значит значит png формат jpeg так есть такое дело теперь этот файл значит сейф сохраняем а ну-ка сейф вот это значит пока делит убираем и alt h возвращаем нашу вот эту локацию а ну-ка g ну город должен быть как бы под ним а ну-ка тройка на нампаде так куб пока аж скроем так теперь ноль на нампаде и пробуем все это дело g подогнать а ну-ка раз так вот может быть сзади город но его не будет видно не интересно будет на тогда чтобы он был как бы под ногами да вот так вот делаем камера shift f выбираем ракурс вот чтобы небо застать да и картинку наверно лучше чтобы нога лошади была где тот вот так что ли город поставить а ну-ка если сделать с так но это многовато красиво конечно будет да вот ну так чтобы побольше было видно вот этих всех деталей а ну-ка r ну как бы так бы да так и ну а ну-ка и 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 А ну-ка, делаем рендер. Да ну он пиздец, фуфлыждик, я его ввалу. Она-то так ещё ничё. А он прям такой интересный пацан, да? Ну давайте этот постер тоже сохраним, а там будет видно. Так, файл save as. А ну-ка, подождите. Alt-H, вернём куб. Вот, с кубом он как-то, наверное, а ну-ка. Блин, темновато это как-то всё выглядит. Так, а ну-ка, пробуем вот этот свет добавить. Давайте 7000. А ну-ка, джи. Так, а этот если поставить перед ним... До новых встреч. Да. Так, как-то на темновасто, да? Ну, там и облака-то такие тёмные, да? Что-то, а ну-ка, если добавим сон. Четыре. Тогда вот эти все, а ну-ка, вот это кто у нас сон? А вот эти тогда удалим. А ну-ка, delete. Сделаем R, и значит, джип им, а ну-ка. Так, ну давайте такой рендер сделаем, а там выберем чё-нибудь потом. Ну, в принципе, неплохо добавятся надписи. Так, а ну-ка. Так, а я тут что, заменил, что ли? Так, пробуем, значит, заменить ещё задний фон. Это delete. Поставим. Или, наверное, ctrl-z. Чё его менять? Зайдём в шейдеры и здесь подставим. Так, здесь уже можно разгуляться чуть побольше. Значит, а ну-ка, джи. Так, чуть-чуть можно растянуть. Так, чуть-чуть можно растянуть. Так, чуть-чуть можно растянуть. так получается значит вот такой вариант вот так все это дело выглядит и теперь нужно добавить какую-то надпись потом все это здесь еще поэкспериментируем в принципе вот это меня устраивает теперь нужно был в какой-нибудь программе это все прогнать значит сделать в мультяшный такой рисунок давайте зайдем сейчас значит в интернет попробуем надпись тут добавить и потом что-нибудь тут и так название добавить не могу потому что название я не знаю описать обо что тоже делая такое давайте в vk проголосуем или пишите под роликом какое название будет у этого значит произведение и от этого будем тогда отталкиваться если кому-то интересно давайте поучаствуйте все на этом всем пока до свидания